Господа, всем привет! Сегодня на тест-драйве у меня новиночка. Это Electroway, один из представителей линейки X. Всего в модели три самоката. Эта модель называется X3. Задняя эластомерная подвеска, передняя телескопическая вилка. И две модели X5 и X5 Max. Это модели с маятниковой эластомерной подвеской и спереди и сзади. Долго грузить вас характеристиками не буду. Оставлю их в описании. Самокаты отличаются количеством моторов и аккумуляторами. Но, повторюсь, в этом тест-драйве я продемонстрирую вам ходовые качества электросамоката Electroway X3. И, напомню, заднее мотор-колесо, маятниковая эластомерная подвеска сзади и телескопическая подвеска спереди. Десяти дюймовые колеса, батарея 48 вольт, 15 ампер-часов. Забегая вперед, скажу, что я уже разобрал этот самокат. Обзор выйдет в ближайшее время. Ссылку на него я также оставлю в описании. Так вот, задняя подвеска выполнена в лучших традициях дуалтрона. То есть, это стержни полиуретановые. Ну, а как все это вместе работает, как самокат едет, гремит ли шасси или нет. Да и вообще, в принципе, впечатления от езды на этом самокате вы увидите дальше в этом обзоре. Ну что, начнем движение. Включена третья скорость. Кстати, на ярком солнце, да и, в принципе, при ярком свете дисплей не очень яркий. И на третьей скорости самокат чувствуется, что достаточно резко срывается с места. Кстати, у X3 есть приложение, через которое можно ряд настроек произвести. Но при этом плавность тарта я не нашел, чтобы там настраивалось. Первый бордюр абсолютно тихо. Двигаемся по брусчатке. Ну, шума никакого, кроме как от покрышек. Слегка попискивает передний барабанный тормоз. Опять же, вот съезд бордюра абсолютно тихо, бесшумно. Ну, просто супер. Первое испытание – это пешеходный переход. Посмотрим, что с дорожным просветом. Итак, поджимаю передний тормоз и совершенно спокойно скатываю самокат. Чуть шум от переднего тормоза есть. Возможно, нужно колодки обезжирить. Ну, как говорится, как есть. Да, чуть привык к газу. Вроде бы уже и не такой он и дерганный. Теперь поднимаемся наверх. Да, кстати, по поводу приложения. В приложении можно отключить старт с отталкиванием и сделать его, как сейчас, без отталкивания. Важный режим движения здесь – это пешеходный. То есть, тогда, когда скорость самоката ограничена минимальной. И вот, смотрите, совершенно запросто закатываю самокат по пандусу вверх одной рукой. Отключаю режим пешехода, переключаюсь на режим движения 3. Здесь, ну, здесь бордюр достаточно высокий, самокат нужно приподнять. Тут у нас шумновато немножечко, стройка идет. Так. О, ничего себе. Пришел, приехал я сюда не зря. Здесь очень неровный тротуар. Для того, чтобы максимально протестировать шумность шасси, конечно же, нужна максимальная скорость. Но по умолчанию из коробки самокат разгоняется 25 км в час. Как разблокировать скорость? Нажимаю три раза кнопку включения. Раз, два, три. И тут же два тормоза. Проверяем. Все. Максималка разблокировалась. Кстати, заметно то, что чуть-чуть подбивает задняя покрышка. Жалко, что работает сзади насос, но я надеюсь, что микрофон все-таки максимально отсечет посторонние звуки. Компрессор затих и полный газ. Погнали. Да, чуть перенес массу тела вперед и все, никаких проблем со стартом нет. Слушайте, просто слушайте. Я ни одного звука от шасси не слышал. Реально ни одного. Только шум покрышек. Ну, просто здорово. Испытание переходом через железную дорогу. Вы его уже видели в моих обзорах. Перевожу в режим движения. А хотя давайте не буду переводить. Прям вот борза на троечке попробуем. Не, ну это слишком дерганно. То есть при нажатии на курок самокат слишком резко вырывается вперед. Так. Давайте попробуем, что будет в пешеходном режиме. Вот я его включил. И начинаем движение. Ну, это другое дело. Теперь только успевай за ним, что называется, догнать. Вот слегка прям вот дотронулся до курка газа. Прям вот слегка. И да, вот сейчас скорость движения по лестнице у самоката более-менее адекватная. Но все равно он разгоняется до максималки даже при слегка прижатом курке газа. Что не очень удобно. Хоть и вроде бы им мощность ограничена, но его приходится обгонять. То есть подгазовывать вот такими движениями тогда да, адекватно. Оп. Приотпустил. Поехали. Приотпустил. Поехали. Да. Вот так, смотрите. Одной рукой. С перекатами, с переходами. Адекватно получается. Приотпускаю, нажимаю. И все. То есть он легко тащит себя сам. Немного железнодорожной романтики. Пешеходов нет. Прокатимся здесь. Тут тоже, кстати, асфальт неровный. Но вы посмотрите, как стоят ноги на дыке. Так. Что-то я переборщил. Не надо здесь так быстро. Стыки асфальта вообще бесшумно. Только какой-то такой легкий звук прям. Тун-тун. Слегка от покрышки и все. И еще раз. Тестируем дорожный просвет. Теперь уже при движении вниз. Ну и, соответственно, возможности тормозной системы. Одной рукой притормаживаю. Тормоза достаточно информативные. Для того, чтобы можно было спокойно даже вот одной рукой регулировать скорость самоката. Противно, правда, пищат. Ну, ребят, как есть. Как есть. Ничего не приукрашиваю. Никогда этого не делал. Стараюсь всегда быть максимально честным, объективным. В обзорах. Не то, что стараюсь. А стараюсь быть объективным. Честный-то я всегда. Ну и впереди испытания прыжковые уже. Стартую с упором на плавнике. Плавник, кстати говоря, с очень резким подъемом. Не очень удобно с точки зрения езды для отдыха. Но если ногу ставить вот таким вот образом, то тогда ехать очень-очень комфортно. И в этом случае на деке места, конечно, полным-полно. Ну, собственно говоря, так и стартанем. Вот она нога. Раз, два, полный газ. Не подрывисто, но... Слушаем. Вообще отлично. И на отстрел вилка не шумит вообще. Хотя она... Ну вот. А! Если пробить, то, конечно, что-то там у нее внутри стучит. Но это практически всех... Вот. Был небольшой пробой сейчас. Но это я прям влетел в яму-яму, что называется. Здесь у нас проезжая часть. Пропущу автомобили и попробую измерить максимальную скорость. Опа! Полный газ. На холостых было что-то около 45. Посмотрим, что получится здесь. Пропускает. Так. Отлично. Пока 20. Что-то как-то очень... Очень спокойно. Колодец прошел нормально. Да, и по курсу самокат стоит очень хорошо. О! 45-46. Незаметненько, незаметненько. А вот они уже. 48 даже было. Так, пропустим автомобиль. А то там люди нервничают. 48 км в час. Держал я курок, прям не отпуская. Здесь плоскач. Еще раз попробую разогнаться. Там впереди очень противная яма, которую не видно на ходу. И я боюсь в нее влететь. Вот, по-моему, там, где машина ее обогнула. Так. Это ощущение как будто... То ли он разогрелся, прогрелся, если можно так сказать. То ли здесь чуть рельеф дороги изменился. Ну, 40 вообще в легкую он набирает. То есть, прям... Прям совсем легко. Но здесь чуть дорога идет вверх, и плюс появился встречный ветер. Поэтому, конечно, максимальную скорость здесь уже не развить. Электрический тормоз. Вот я слышу, что гул мотора именно электрическим тормозом есть, но при этом самого торможения электричеством я не чувствую. По зебре. Бесшумно вообще катится. Вдоль дороги, конечно, сложно демонстрировать какие-либо звуки, но я почти уверен, что микрофон все-таки ловит в достаточной степени именно то, что происходит ближе к нему. То есть, это то, что я говорю, и то, что... и то, как ведет себя шасси. Удобненький звоночек. Спасибо. Ну и здесь еще очень неровный асфальт, еще и подъем в виадук. Уклон здесь приличный. Смотрите, идет с разгончиком. И... О, ногу поставил. Вот так вообще удобно. Я не слышу внешних шумов вообще никаких от самоката. Просто уникально. Такие экземпляры очень редко встречаются, чтобы вообще никаких звуков. Ну, все, что мы с вами слышали от шасси, это только писк тормозов и пробой вилки. На грудная камера села в самый неподходящий момент, но в целом я успел заснять все основные эксплуатационные моменты этого электросамоката. Что у нас по минусам? Ну, прежде всего, слеповат дисплей, рисковат курок газа и слегка стучит вилка. Ну, по вилке, понятное дело, такое встречается часто. И, кстати говоря, сравнивая с другими моделями, вилка, можно сказать, что бесшумная. Вот эти иногда пробои, это, ну, на мой взгляд, этими шумами можно пренебречь, с учетом их количества за всю повестку, сколько их было. То есть это прям вот я в яму влетал, только после этого был стук. Поэтому, ну, по вилке, скажем так, я бы поставил либо 4 с плюсом, либо, может быть, 5 с минусом за ее работу. По курку газа. Да, он рисковат на троечке, но привыкнуть к реакции самоката на курок газа можно. Ну и плюс, не забывайте, что целых 4 режима движения доступны, в том числе и пешеходный, благодаря которому, как вы помните, я поднимался по пандусу в надземный переход над железной дорогой. А этот дорогого стоит. Встроенный ограничитель 25 км в час, который легко снимается или адаптируется для более скоростной езды. Но самая главная фишка этого самоката это шасси. Как вы слышали, шума от шасси не было вообще. Хоть бы что-то громыхнуло. Машины проехали, и давайте я сделаю бросок самоката, а вы послушайте, что будет происходить. Ну, вообще тишина. Если что-то и звучало, то этот тросик вот бился в буквальном смысле о ручку тормоза. Но суть в том, что шасси абсолютно бесшумное. И, казалось бы, эластомерная подвеска должна быть жесткой. Кстати, у этого самоката пробег ну, километров, наверное, 50, может быть, 80 на данный момент. И, посмотрите, вот подвеска эластомерная, она работает. То есть, все с ней хорошо. Полный обзор этого электросамоката выйдет на этом же канале. Я оставлю ссылку, напомню, в описании. Ну, и традиционно, надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока.